Какие, на ваш взгляд, нужны софт-скиллы и каким образом их можно прокачивать? Как понять, что нужно? Так просто нужно встать на место клиента, прожить его день, прожить его жизнь хотя бы в течение одного дня. Это высокий уровень эмпатии. Войти в шкуру другого человека, пережить вот эти его эмоции, это очень важно. 85% успеха — это софт-скиллз, 15% — это хард-скиллз. У нас роль сотрудника, который занимается поддержкой клиента, называется менеджер по клиентскому счастью. И вот на эту роль очень важно брать определенный тип людей с определенным отношением, с определенным подходом. Часто бывает, клиенты — наше все. Клиент уходит из кабинета директора, выходит директор и говорит, да он пип. И сотрудники — а потом говорят, ребята, давайте любить клиентов. В смысле? Ты сам только что за спиной клиента сказал, какой он там дальше по тексту. Сотрудники это видят. И это вранье, это не работает. Как понять, что клиенты довольны? У компании денег больше. Это деньги. Клиент голосует рублем. И любой бизнес — это отражение собственника. Друзья, подписывайтесь на канал. 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, здравствуйте. Это снова мы, это снова Битрикс24 спрашивает. И я Михаил Москотин, тренер, коуч, психолог. Тренер компании Business Relations. Здравствуйте. Это проект для предпринимателей, управленцев и всех тех, кто желает ими стать. Здесь у нас студия, живой гость. И мы общаемся открыто, честно, непредвзято. И обсуждаем вопросы управления, мотивации, клиентского сервиса. Ну и, конечно, много говорим про продажи. Итак, друзья, у нас сегодня в студии наш новый гость, новый участник — Иван Шум. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Шум Иван. Я соучредитель компании «Соль». Компания, которая помогает получать максимальную пользу от CRM-систем. Мы соединили технологии психологию для того, чтобы помогать своим клиентам запускать программные продукты. И сегодня Михаилу я хочу именно об этом задать вопросы. Про софт-скиллы, про то, как мотивировать и работать со своими сотрудниками для того, чтобы они больше пользы давали нашим клиентам. И я уверен, что это будет очень интересная встреча. Иван, готов быть вам полезным, ответить на ваши вопросы. Начнем с самого главного вопроса. Поехали. Прекрасно. Спасибо большое, что предоставили такую возможность. Первый вопрос у меня будет, ну, действительно, самый главный, самый основной. В основе нашей деятельности, работы нашей компании лежит авторская программа «Запуск у CRM-системы». В рамках этой программы мы не просто занимаемся внедрением какого-то программного продукта. Мы совместили техническую часть и психологию для того, чтобы управлять процессом запуска системы. И действительно программным продуктом в коллективе пользовались, в компании пользовались. Действительно он приживался и приносил пользу бизнесу. И я уверен, что на этом этапе, на этапе запуска CRM-системы, вообще, в принципе, на этапе запуска любого программного продукта, не столько важны хардскиллы, сколько важны софтскиллы того человека, который занимается процессом запуска. И вот здесь у меня вопрос. Какие, на ваш взгляд, нужны софтскиллы и каким образом их можно прокачивать? Понял. Очень классный вопрос. Он один из моих любимых, потому что я часто в свой адрес слышу этот вопрос. Сейчас очень популярна тема хардскилл, софтскилл. Люди начали разбираться, что есть, что отделять одно от другого. Мы как компания, как команда, у нас в команде 4 тренера, мы больше 20 лет занимаемся как раз развитием софтскиллов. Но единственное, у нас есть другое название, мы это называем просто отношение. Мы это называем отношение или отношение я. Теперь о каком сотруднике идет речь? То есть это кто? Это продавец, это айтишник, кто это? Это консультант. Консультант? Фактически это роль тренера, который приходит, ну вот как в спортзале. У вас есть тренер, который с вами занимается и ведет вас по программе, чтобы вы достигли каких-то результатов. Вот роль такая же, только в бизнесе. Понял. Теперь, что мне, как клиенту, хотелось бы, чтобы было у моего консультанта? Я клиент, вы консультант. Я просто встаю на место клиента и просто рассуждаю. Первое, что бы я хотел, чтобы он был гибким, то есть он умел слушать. Второе, что бы я хотел, чтобы он, например, имел некую эмпатию, чтобы он мог понимать мои чувства, мои страхи, мои переживания, мои опасения. А я думаю, что у меня, как у клиента, может быть целый портфель страхов, опасений и переживаний. Тем более, если мы говорим про запуск нового программного продукта, это что-то неизведанное, во что вы заходите. Конечно, у вас будет много переживаний. И люди боятся нового. И я боюсь нового, и вы боитесь нового. Это нормально. Дальше, что бы я хотел, чтобы еще? Я бы точно хотел, чтобы у моего консультанта было ответственное отношение ко времени. Что я имею в виду? Я имею в виду, чтобы он приходил вовремя. Если он пообещал, что позвонит сегодня в 3, он звонил сегодня в 3, а не завтра в 2 или послезавтра в 7. Чтобы, если он мне пообещал, что мне отправят коммерческое предложение, он мне его отправлял. Чтобы, если он пообещал, что ТЗ будет вот тогда-то или там вот это... То есть, это отношение. Отношение к тому, что делаешь. Потому что в этот момент начинаешь чувствовать то, что к твоему бизнесу относится с уважением. Да. К тебе относится с уважением. Значит, все те цели, которые ты ставишь, они будут услышаны и к ним будет движение. Да. И вот как понять, что нужно? Так просто нужно встать на место клиента. Это называется, ну, прожить его день, прожить его жизнь хотя бы в течение одного дня. Понять, чего... У меня был очень интересный кейс, когда один студент у меня на тренинге рассказал такую историю. Он говорит, у меня была встреча с клиентом. И клиент говорит, вы знаете там, Иван, я возьму паузу, до завтра я подумаю. В 99% случаев я подумаю, это ложное возражение, и люди не думают, они просто хотят слить. Но здесь реально было истинное возражение. Он действительно... Они проговорили много вопросов, они обсудили много того, что было ценно и важно для клиента. И он говорит, пауза. Завтра в 2 снова встретимся, и я вам точно скажу там, да, нет, в общем, к чему я пришел, мне нужно подумать. Они разошлись, и вот этот парень, мой студент, он говорит, я просто вечером сел и подумал, а о чем может думать мой клиент. Вот чего он боится? Он говорит, я взял лист бумаги, стал писать, и я, говорит, написал порядка там 9 или 10 пунктов, что реально я бы боялся на месте клиента. И на следующий день, когда была встреча, я просто, говорит, достал этот листок и сказал, вот смотрите, даже если вы не примете сегодня решение работать со мной, я это нормально приму, потому что я вас понимаю. Я вчера сел и стал думать, чего бы вы могли бояться, и я понимаю, что, наверное, я бы на вашем решении, ой, я бы на вашем месте еще бы подумал. И, возможно, даже боялся бы того же самого. Да, и клиент улыбнулся, говорит, а можно ваш листочек? Он взял, он смотрел, говорит, на мой листок, улыбался, смотрел на меня, улыбался, а потом сказал, что 7 из 9 пунктов мои. И он согласился работать, потому что он понял, что человек его понимает. Это высокий уровень эмпатии. Войти в шкуру другого человека, пережить вот эти его эмоции, это очень важно. Не стоять на своей правоте, не доказывать, что я молодец, а вы не понимаете, давайте. Ну, подождите, ребят, ну, ты молодец. Если ты такой умный, а ты что такой бедный? Ну, я уже третий раз повторяю эту фразу, я ее безумно люблю. У нас много гордых, но бедных людей, не готовых слышать других людей. Ну, как-то так. Замечательно. Как прокачать эти навыки в сотруднике? Я прекрасно понимаю, что в процессе роста компании нужно будет брать новых людей, им нужно будет это рассказывать, у них нужно будет прокачивать эти навыки. Возможно, есть какая-то литература, каналы, тренинги, что-то. Иван, смотрите, есть много разных вариаций на данную тему. Первое. Конечно, в идеале лучше брать людей, которые вот подходят под данную роль. По портрету. Ну, не по внешнему. Эмоционально. Да, по эмоциональному портрету. То есть, и сейчас есть куча технологий. Я не специалист в HR, но у меня есть коллеги, которые делятся со мной информацией. Можно проводить тестирование, собеседование, много-много разных инструментариев использовать, чтобы понять. Это первое. На входе отсеивать нужных, забирать нужных, отсеивать ненужных. Второе. Есть гениальная вещь, испытательный срок. Только единственное, мы уже с одним из участников говорили, если вы сказали, что через три месяца он заканчивает, он должен закончиться. Да, конечно. А не то, что там парень потенциальный. Все это иллюзии. Дальше можно предлагать людям книги, да, и есть книги на тему эмоционального интеллекта, soft skills и прочих вещей. Можно обучать самому. Это простые разговоры, вот мы садимся, я с детьми это делаю. Я детей обучаю вот как раз, потому что я понимаю, что hard skills, ребят, ну, мои дети, они, у меня трое детей, и я думаю, что они за свою жизнь поменяют 5-7 профессий. И это до современного мира нормально. Hard skills мы можем менять, мы можем, сегодня я тренер, завтра я юрист, ну, я не знаю, сегодня я тренер, завтра я массажист, все что угодно. Люди с множеством высших образований, которые ищут себя, часто встречаются. Да, да. Вот. А soft skills это та вещь, которая, ну, 85% успеха это soft skills, 15% это hard skills. И я вообще не разделяю личные и профессиональные. Я когда веду личные тренинги, я привожу примеры из бизнеса. Я когда провожу корпоративные тренинги, я привожу примеры, как я воспитываю детей или какие я ошибки совершал как муж и как отец. Это то, это люди, отношение и отношение я. Ну, вот как-то так. Давайте еще вопросы. Понятно, что в начале, на старте, когда клиент максимально вовлечен, у него много вопросов, у него много потребностей, он хочет развития. Это каким образом научить своих сотрудников, сотрудников технической поддержки, копаться в голове у клиента, предугадывать его потребности для того, чтобы поддерживать интерес к проекту и к поддержке в целом. Понял. Здесь есть два пути, и здесь все зависит от того, какая у вас корпоративная культура. Первое, менее эффективное, но то, что приносит результат. У ваших сотрудников должен быть алгоритм, как им действовать, сколько раз звонить, что спрашивать и как спрашивать. И это тоже рабочая версия, и она имеет место быть, и это лучше, чем ее отсутствие. Я против импровизации, я за подготовку. Это первое. При этом очень важно, чтобы сам клиент осознавал важность этой процедуры. Почему многие клиенты там не общаются, почему многие клиенты не отвечают на какие-то вопросы или отмахиваются, потому что они не понимают важности этой вещи. И это не их проблема, это наша с вами проблема, как бизнесменов. Мы не донесли до них важность этой вещи. То есть первое, донести важность, потом прописать процедуры. Есть второй путь, когда вы создали корпоративную культуру проклиентскую. И вам уже не надо об этом думать, об этом будут думать ваши сотрудники. Они будут думать, а что я еще не спросил у клиента? А что еще мне у него спросить, чтобы мне улучшить этот проект? Я знаю команды, Иван, где люди раз в неделю проводят встречи, и тема такая, как сделать жизнь клиента лучше. Как облегчить жизнь клиента. Потому что они реально клиентоориентированные. То есть не на стене написано, мы клиенториентированные, а это внутри. Это вот тот софт-скилл, о котором мы говорили в начале с вами. У нас роль сотрудника, который занимается поддержкой клиента, называется менеджер по клиентскому счастью. Класс! Мы вкладываем в смысл, то есть это не должность, это роль. Ты должен сделать так, чтобы клиент был счастлив. И вот на эту роль очень важно брать определенный тип людей с определенным отношением, с определенным подходом. Вот здесь такой же человек должен быть, который бы думал, как мне сделать, чтобы мои клиенты выиграли. Не как у них больше денег отжать, не как меньше мне работать, не как, чтобы они не вякали, и НПС у нас автоматически как-то вырос. А как сделать, чтобы они были счастливы? Да, и вы абсолютно правы, действительно, корпоративная культура от того, что говорят внутри, будет зависеть, как вы работаете с клиентами. У нас запрещено говорить плохо про клиентов и даже думать. Класс, но думать мы не можем этим, понимать им не можем управлять, но, по крайней мере, говорить... У нас все клиенты хорошие. У меня есть вещи, которые в моем доме произносить нельзя. Если мой ребенок что-то говорит, я говорю, Стеша, у нас дома так не говорят. Маша, старшая дочь, сказала что-то Стефане, среднее, я говорю, Маш, мы так с сестрой не разговариваем, я тебе запрещаю. Она может думать, но, по крайней мере, я могу регламентировать слова. Потому что она видит, я так не говорю, я не оскорбляю жену, не оскорбляю детей, не оскорбляю маму, папу, бабушек, дедушек. И они к этому привыкают. А часто бывает, клиенты наши все, клиент уходит из кабинета директора, выходит директор и говорит, да он пип, и сотрудники... А потом говорит, ребята, давайте любить клиентов. В смысле? Ты сам только что за спиной клиента сказал, какой он там дальше по тексту. Сотрудники это видят. И это вранье, а это не работает. Поэтому класс, класс, что у вас это есть. Спасибо. Ну и последний вопрос. Про рост, конечно, про рост, про развитие компании. Метр девяносто? Вот так вот тоже. Метр девяносто, но мой, да. Про развитие компании. Мы прекрасно понимаем, что пока мы небольшой коллектив, небольшая компания. А это сколько? Сейчас нас семь человек. Семь человек. Основных специалистов, да, там, конечно, есть бухгалтерия, юристы и так далее. Мы их в эту команду не включаем. Один, да? В общем, основа семь человек. Мы, конечно, намерены расти, развиваться, чтобы нас становилось больше. И здесь, ну вот все, что я сегодня говорил, я говорил про действительно отношение к клиенту. Про то, что мы хотим, чтобы наши клиенты были счастливы. Мы о них заботимся, мы их поддерживаем. Вот где те, на ваш взгляд, какие вообще, в принципе, стандарты, качество работы при таком отношении к клиенту? Какие стандарты стоит зафиксировать, как показатели какие-то, контролировать, ну и, соответственно, каким образом это делать? Стандарты чего? Стандарты качества работы компании. Понял. То есть вот мы транслируем в мир, и мы так себя ведем, и мы сейчас этим управляем. Но вот стало у нас в два, в пять раз больше. И это нужно тоже тиражировать. Первый стандарт, что клиенты довольны, это деньги. Как понять, что клиенты довольны, у компании денег больше? Это деньги. Клиент голосует рублем. Это первое. Второе, это количество постоянных клиентов. Клиенты, которые возвращаются. Потому что если я возвращаюсь, значит, вы, ребята, делаете все классно. Если я не вернулся, ну, значит, что-то где-то ребята не сделали. Третье, это рекомендации. Если о вас клиенты говорят другим, и кто-то пришел по рекомендации, ну, ребят, наверное, вы делаете что-то классно. Четвертое, это НПС. Замерять НПС. Да, если интересно, там загуглите, что такое НПС. Есть формула, как это замерять. Очень просто. НПС. Сейчас даже Ашан замеряет НПС. Удовлетворенность клиента. Готовность рекомендовать. Пятое, это количество решенных проблем клиент. Ну, то есть, возникла проблема, а проблемы были, есть и будут. Это нормально для бизнеса. Ошибка, накладка, сбой системы. Так вот, как быстро мы это решаем, и насколько клиенты, у которых была проблема, довольны. Это тоже для меня показатель. И еще, наверное, я бы посмотрел на сменяемость команды. То есть, какая у нас внутри ротация кадров. То есть, у нас люди меняются или это постоянная команда? Это тоже показатель. Потому что клиентский сервис вовне начинается с клиентского сервиса внутри. Я, Иван, ни разу не видел команды, где внутри людей, знаете, медведь-воробушка поймал. Ты что? Он говорит, ничего. Он говорит, ну и все. Вот иногда у нас в России вот так управляют людьми. Я не видел ни разу, чтобы людей унижали, оскорбляли, обижали, а потом они шли к клиентам и создавали партнерские отношения. Поэтому все, что там, это то, что внутри. И любой бизнес – это отражение собственника. Вот, ну, наверное, вот 5-6 вещей, на которые бы я обратил внимание и закрепил бы как показатель нашей клиентоориентированности. Да, спасибо большое за показатели. А какие стандарты качества работы сотрудника именно внутри коллектива? Неизмеримые показатели того, как мы работаем с клиентами, что они наши клиенты, они довольны, и мы движемся в правильном направлении? Какие стандарты качества работы внутри коллектива, ну, буквально 2-3, вы бы могли вот при такой портрете компании предложить? Я просто не очень понимаю слово «стандарты». Это про что? Это что? Это про клиентоориентированность, это про заботу, это про вовлеченность в деятельность твоего клиента. Это вообще, в принципе, как ты себя позиционируешь? Я не знаю, там, стандарты это или не стандарты, но, например, наша компания «Бизнес Релэйшнс». Какое бы мероприятие ни прошло, нами организованы, открытая программа или корпоративная, мы всегда берем обратную связь от клиентов. Потому что мы с вами, Иван, можем думать, что мы мега-клиентоориентированные. У нас есть сотрудник по счастью клиентов, сотрудник по счастью сотрудников, сотрудник по счастью счастья. То есть мы можем придумать все, что угодно. Но надо спрашивать, прежде всего, у клиентов. Мы это делаем, это наш стандарт. Мы делаем это всегда. Дальше. Любой сотрудник наш может решить проблему клиенту. Неважно, кто взял трубку в офисе. Это может делать любой. Я иду мимо, звенит телефон, я беру и говорю «Бизнес Релэйшнс, здравствуйте». «Ой, здравствуйте, а я вот тут не могу припарковаться, у нас тренинг». Я говорю «Да, здравствуйте, а как вам можно обращаться?» Светлана. Я говорю «Светлана, мы вот здесь находимся, а вот там парковка, а вот тут платная, а тут бесплатная, и я могу объяснить». Бухгалтер может взять трубку, администратор, владелец компании, любой из тренеров. То есть это тоже наш стандарт, это нормально. Любой из нас готов. Нам не надо для этого должность, должностную инструкцию, погоны. Это не мой вопрос. Блин, это клиент, в смысле не мой вопрос. Он мне зарплату платит. Вот, наверное, вот эта вещь я бы взнес в стандарты. Но опять же, стандарты – это то, что мы прописываем. Вы правильно все говорите, продолжайте. Это вот ровно то, что я хочу слышать. Например, мы поняли, что стулья в зале тренинга не самые удобные, те, которые мы закупили. Мы поменяли полностью все стулья. Мы поняли, что здание, в котором мы находимся, у него есть проблемы с кондиционированием и отоплением. Мы закупили набор пледов, напечатали на них логотипы Business Relations, и когда душно мы открываем окна, при этом даем людям пледы. Ну, то есть, вот мы думаем каждый раз, мы понимаем, что все ходят с гаджетами. Мы поставили кучу блоков, забрендировали их зелеными нашими картинками, и люди заряжают гаджеты. Ну, то есть, вот каждый раз. И любой сотрудник… Кстати, можно сделать классную вещь, там, не знаю, ящик идей, и платить премию тому, кто найдет слабость в клиентском сервисе нашей компании, и после того, как это будет изменено и улучшено, этот человек получает премию. Тоже классно. Тогда у него будет… То есть, не штрафовать за плохой сервис. За плохой сервис надо увольнять. Я это вслух сказал. А поощрять людей. Мне рассказывали кейс, я не помню, в каком отеле. Там, то ли Хаят, то ли Хилтон, неважно. Управляющий шел по коридору, а у них там, типа, есть стандарты обслуживания клиентов. Пять стандартов. И он идет в горничную, катит эту на колесиках штучку для уборки номеров, и он ее останавливает, говорит, «Здравствуйте, Анна, напомните мне пять стандартов клиентского сервиса нашего отеля». И она их проговаривает, он достает пять тысяч рублей, говорит, «Вы умница, спасибо вам огромное, вот вам от меня лично премия». Через два дня все горничные во всех отелях знают об этом случае, и все на всякий случай повторяют стандарты клиентского сервиса. Ну, то есть вот зеленая ручка. Зеленая ручка. Не через страх, а через радость, через энергию, через поддержку. Вот я в такие штуки верю. И здесь вы еще в этом примере лишний раз доказываете тот момент, что важна мотивация по месту. Нет смысла мотивировать спустя какое-то время. Конечно. Если произошло что-то плохое, либо что-то хорошее, нужно тут же иметь реакцию. Если что-то негативное, не надо это прятать под ковер и зажмуриваться. А если что-то хорошее, ну, хороша ложка к обеду. Все верно. Да. То есть вот здесь сейчас подошел, премию дал, обнял, поцеловал, руку пожал. Все. Люблю, целую, полетели. Ну, как-то так. Ну, что, друзья. Еще одна серия проекта «Битрикс24 спрашивает» подошла к концу. У меня был отличный собеседник Иван Шум. Иван, спасибо еще раз огромное. Мы очень классно поговорили, мы обсудили тему мотивации. И Иван был гость, который был очень клиент-ориентирован. По крайней мере, то, что он рассказал про свою компанию, те вопросы, которые он задавал. Мое ощущение, что с этими ребятами точно стоит работать. Они про клиентов, они любят своих клиентов и о них заботятся. Друзья, увидимся в следующий вторник. Вы реальные герои, потому что тот, кто делает бизнес в этой стране, он реальный герой. Потому что вы что-то создаете, вы что-то улучшаете и что-то меняете. Я еще раз пожму руку нашему герою. Иван, спасибо огромное за ваши вопросы, за ваш бизнес, за то, что вы делаете для своих клиентов. Вам тоже большое спасибо. Было безумно приятно с вами общаться, получить правильные ответы. Да, и как человек. Спасибо, друзья, огромное. Смотрите на следующий вторник. Увидимся. Пока-пока. Спасибо большое Михаилу. Это была прекрасная встреча. Михаил ответил на все мои вопросы. Я услышал то, что хотел услышать. Зарядился эмоциями, позитивом. Знаю, что делать дальше. Какие-то мои идеи были подтверждены, какие-то пошатнулись. Но я подумаю, что с этим делать. Еще раз большое спасибо. Отличная, полезная встреча. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Редактор субтитров А.Семкин